Вода набирается в подвале несколько раз в месяц, рассказывают жильцы. Догадаться, откуда она нетрудна, запах канализации доходит до третьего этажа. Из-за сырости в квартирах образуется плесень, а в подвале порой можно увидеть полчища насекомых. Живу здесь с 64-го года. Сначала все у нас было хорошо. А сейчас в течение 30 лет мы мучаемся с подвалом. И блохи вот эти вот. Как вот начинает эта вонь, еще была жара, там оттуда пар идет. Все, и комары, и мошки, и блохи. И это, вы понимаете, в месяц вызываем по 5, по 4, по 6 раз. В месяц стало бы. В доме не могут дождаться капремонта. Первые списки кровли, потом фасад. Подрядчиков в этом году найти не смогли. Поскольку большинство жителей дома люди пожилые, Дмитрий Захаров решил сам обходить все инстанции. Уже был в Роспотребнадзоре жил инспекции, управляющей компанией. Но вопрос решить так и не удалось. Обращались сначала в нашу управляющую компанию, которая никак не хочет содействовать. Далее пошли в жил инспекцию, Роспотребнадзор и администрацию города писала. Какие ответы они дают? Вкратце то, что все у нас хорошо, коммуникация в таком состоянии. И подъезд у нас в належащем виде находится. Мы обратились в управляющую компанию «Битрим сервис». Главному инженеру на месте не оказалось, но в диспетчерской подтвердили. Проблемы в доме действительно есть. Туда вот постоянно водоканал вызываем в частности, вот каждый день почти. Вот сегодня вызвали тоже водоканал, колодцы. Каждый день вызываем туда почти, каждый день водоканал. Жильцы дома намерены и дальше отстаивать свои права. Следующая инстанция, куда они планируют обратиться, прокуратура. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».